Здравствуйте! Это программа «Зелёная экономика». Проект канала 24КЗ. Это о самом главном, об экономике будущего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане сеть проката велосипедов пока не открыта. Да и горожане наши думаем настолько кардинально менять свой образ жизни в большинстве своем пока не готовы. Зато в Астане недавно появилась специальная служба – эко-такси. Подобные услуги пока еще очень редки в крупных городах, но сам факт эксплуатации подобного транспорта уже обнадеживает. Учредителем проекта выступили те же идеологи зелёной экономики, внедрившие службу эко-такси в Алматы. Инвестиции в столичный проект на первом этапе составили 450 миллионов тенге. К международной выставке «Экспо-2017» количество экологически чистого транспорта в таксопарке вырастет от 100 до 500 автомобилей. Экологически безопасное движение в мегаполисах значительно снизит нагрузку на окружающую среду. Различные исследования не раз это подтверждали. Этот факт, пусть и не спеша, но все же на практике признали страны бывшего Советского Союза. Поэтому тенденция развития услуг, как эко-такси, стала более заметной. Появление подобной службы в Астане – событие само собой разумеющееся. Ведь в обозримом будущем здесь предстоит провести международную выставку «Экспо-2017». И автомобили, работающие на сжиженном газе – наглядный пример нашей экологической ответственности и разумного подхода к материальным затратам. Потому как содержание такого авто обходится гораздо дешевле. По сравнению с бензинными двигателями, машина, то есть наши такси, работают по принципу газ-бензин, то есть заводится на бензине, прогревается до 40 градусов и автоматически переходит на газ. Когда машина работает на газе, на сжиженном газе, снижаются выбросы вредных веществ примерно на 40%. Что действительно ощутимо, если сравнивать с гибридными машинами, которые работают по принципу электричества-бензин, то даже в этой части у нас меньше выбросов. Экотакси – не просто экологическое топливо, это еще и комфорт и безопасность. Ведь автомобильный ряд представляют кроссоверы, которые оснащены таксометрами и GPS-навигацией. Кроме этого, оплатить услугу можно банковской картой, а во время поездки воспользоваться Wi-Fi и мультимедийной системой с путеводителем по Астане. У нас машина стоит 25 тысяч долларов, у нас такие же тарифы, как и на машинах, которые стоят 10 тысяч долларов. Это старый автопарк, это некомфортные автомобили. Мы предлагаем за ту же цену, самое лучшее, машины с двумя подушками безопасности, тариф 110 тенге за один километр. В экотакси также гарантируют безопасную поездку. Не случайно при устройстве в таксопарк все водители проходили жесткий отбор. Из 150 претендентов специальный тест прошли около 40 человек. Все действительно очень серьезно. Я и раньше работал в такси, но когда узнал, что в Астане открывают новый таксопарк, я отправил туда свое резюме. Прошел тест и устроился сюда. Мне понравились условия труда. Во-первых, сами автомобили комфортабельные, почти как класс люкс. Во-вторых, щадящий график работы. Люди довольны такими услугами перевозки. Говорят, что по счетчику поездка обходится дешевле. Для населения это пока непривычно, но это новшество они воспринимают в основном положительно. За первую неделю работы в новой индустрии владельцы экоавтопарка набрались определенного опыта. К примеру, не поддаваться на провокации пассажиров, которые требуют быстрой езды. Ведь автомобили запрограммированы на определенный скоростной режим. И при превышении 60 км в час двигатель авто автоматически глохнет. Впоследствии эти же клиенты оставляют свои недовольные отзывы. Хотя, по рассказам учредителя фирмы, на практике бывали случаи похуже. Первую неделю работы службы в столице трижды пытались сорвать работу экотакси, прокалывая шины автомобилей. В саботаже подозреваются местные таксисты, испугавшиеся серьезной конкуренции. Безотходное производство и сбережение водных ресурсов. Сразу два решения в одном изделии предлагает казахстанско-германское предприятие. Речь идет о почвенном поливе с использованием специальных шлангов. Они представляют собой микропористые водопроводящие трубки, которые прокладываются в почве на глубине от 5 до 50 сантиметров. Объем инвестиций в проект составил более 160 миллионов тенге. Технология не нова, однако и не популярна в казахстанском агропромышленном комплексе. Немецкое изобретение выполняет одновременно четыре функции. Орошение, удобрение, аэрация и активное дренирование. То есть в шлангах можно создавать отрицательное давление и тем самым удалять из почвы излишки влаги. Одно из казахстанских предприятий получило право на производство водопроводящей трубки. Отметим, что на сегодняшний день такие предприятия существуют только в Италии и Германии. В отличие от китайских аналогов, немецкий продукт позволяет добиться наибольшей экономии ресурсов. При наполнении наших шлангов влагой они держатся и только при определенном незначительном давлении они сочатся. То есть отдают свою влагу в почву. Надо отметить, что нам удается в результате нашего производства добиться строгого влагоотделения. То есть мы уверенно можем сказать, что с одного погонного метро шланга у нас в час выделяется 4-6 литров воды. Сами шланги производят из отходов автомобильных покрышек. Вот он метод вторичного использования сырья в действии. Мало того, что производство шин процесса ресурсозатратны, так еще и при их утилизации происходят огромные выбросы в атмосферу. А наиболее безопасным методом все же является механическое измельчение. Полученные резиновые гранулы можно использовать чуть ли не до бесконечности. Его можно использовать в спортивных покрытиях, его можно использовать в детских травмобезопасных плитах, которые есть производства у нас в Казахстане, которые делают. Элементарная резиновая брусчатка, подсыпка в футбольные поля. То есть потом, впоследствии, через 5-6 лет эти покрытия изнашиваются, их опять можно измельчить и опять использовать в эти же покрытия. Создание новой топливно-энергетической отрасли в Казахстане – идея близкая к реальности. Она основана на использовании метана – основного компонента природного газа. Метан же угольных пластов – экологически более чистый и эффективный топливо, нежели сам уголь. Однако официально в Казахстане такого полезного ископаемого не существует. Между тем, по оценкам специалистов, общие запасы такого газа в угольных пластах исчисляются триллионами кубических метров. И в случае его добычи можно обеспечить газом весь Центральный Казахстан. Вопрос этот очень обсуждаемый. Изучением темы активно занимаются как отдельные научные центры, так и частные компании. Совместно они провели испытания и добились результата. Пока опыт работы с газом связан лишь с утилизацией и дегазацией метана для снижения рисков по безопасности. Но сегодня, когда стоимость энергоресурсов возрастает, метан рассматривается еще и как возможность получения прибыли и энергообеспечения. При создании необходимой законодательной базы и определении принадлежности метана к какому-либо госоргану, Казахстан может представить на выставке «Экспо-2017» новую отрасль. Если мы к этому, к «Экспо-2017» хотя бы решим законодательно, и то, что сейчас опытную добычу метана добьемся, ее экономической эффективности к данному методу, и покажем, что мы можем, на сегодняшний день обладаем технологиями добычи метана к проведению «Экспо», я думаю, что это будет уже хороший результат. Это даст нам перспективы на будущее. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»